Библиотека номер 7, поселка Маймаксанского лесного порта, предлагает познакомиться с книгой «Что вырастет из этого ребенка» польского писателя Павла Беринсевича. Павел Беринсевич любит писать для детей и молодежи и делает это с удовольствием. По мнению автора, его литература не преследует цели обучать, гораздо важнее ставить вопросы, а не отвечать на них. И несмотря на то, что сейчас дети уходят в интернет, всегда были и есть те, кто с интересом продолжает читать книги. В наш век, когда все уже написано и так сложно сказать новое слово, Павлу Беринсевичу удается сочинять на удивление оригинальные истории. В книге «А ты уже решил, кем хочешь стать?» писатель обращается к теме профессий. Но скажете вы про профессии, мы все уже давно знаем. Классические «Кем быть?» мамы разные нужны. Игора познавательных книжек на любой вкус. Каждый малыш знает, что строитель строит дома, а врач лечит людей. Но писатель опять-таки смотрит вглубь. Его герои – люди разных профессий. И да, они строят, лечат и учат. Пекут хлеб, играют роли, программируют. Но после каждой новеллы мы невольно задумываемся. Они такие разные? Что же их объединяет? А объединяет их всех отношения к своему делу. Все они чувствуют огромную ответственность и в свое занятие глубоко погружены. Из-за этой ответственности и преданности своему делу с героями случаются комические происшествия. Программист, разговаривая со своим ноутбуком, актриса превращается в петрушку, а строитель тайно проникает в дом, чтобы приклеить отвалившуюся плитку. За этими смешными историями вырастает совершенно нешуточный смысл, профессия. Дело, за которое ты всегда будешь переживать. Дело, с которым ты срастешься. И потому-то, считает автор, и надо хорошенько подумать перед выбором. Сорванцы, хулиганы, озорники, шалопа и шкодники, как их только названий, не придумали родители для своих любознательных детей, которые исключительно из исследовательского интереса разбирают, крушат, ломают и выковыривают самые маленькие детали из самой дорогой техники. Но напрасно родители думают, что еще 20 лет назад без планшетов и смартфонов им бы жилось гораздо легче. И тогда, и в 50 лет, и даже 100 лет назад шустрые ребята доставали заветные папины технические новинки и применяли к ним научный подход. В этой книге веселые проделки сорванцов соседствуют с историей технических изобретений, что сделает чтение не только забавным, но и познавательным. Предлагаем вам послушать первую историю про мальчика Мишу. Меня зовут Миша. И совершенно непонятно, что из меня вырастет. Подозреваю, что тоже Миша, только больше. А может быть и вовсе Михаил. Правда, после истории с мобильным телефоном родители сомневаются, вырастет ли из меня что-то путное. История эта вышла короткая. Папин мобильный телефон лежал на кухонном столе. Совершенно бесполезно лежал. Рядом на плите булькал суп. Я на самом деле за соком на кухню зашел. Вовсе не за телефоном. Но увидел его, такого грустного и одинокого. Обычно-то папа из рук его не выпускает. Читает новости, смотрит фотографии, с кем-то переписывается, кому-то звонит. Я осторожно подошел к столу и заглянул в телефон. В черном экране отразился мой нос и настороженный глаз. Таинственная темнота дисплея так и манила. Нажми. Но папа предупреждал, чтобы я держал руки подальше от его техники. А я вообще очень послушный ребенок. Поэтому аккуратно прижал телефон с сахарницей, взял палочку, прицелился и нажал кнопку включения. Сначала ничего не произошло. Мобильник лежал, как ни в чем не бывало. Потом он сдрогнул, завибрировал, подмигнул и проснулся. Кончиком носа, руки подальше, как просил папа, я осторожно коснулся экрана. И тот ожил. Я увидел фотографию мамы и папы из отпуска. Голубое небо, зеленые кактусы, желтый пляж. И так мне стало весело, что я фыркнул и чиркнул носом по экрану. Картинка изменилась. Я попробовал коснуться экрана щекой. Появилась следующая фотография. Я листал картинки лобом, локтем, ухом. Отлично выходило. Телефон урчал от удовольствия. И показывал мне какие-то сообщения, игры, снова фотографии. Пока вдруг не зазвучал тихий, но настойчивый сигнал вызова. Пип. Я оцепенел. Пип. Что делать? Сейчас услышат и мне попадет. Пип. Обмотав руку кухонным полотенцем, я схватил телефон. Алло. Рявкнул незнакомый голос. Ближе всего ко мне стояла кастрюля с супом. Я поднял крышку и бросил телефон в кастрюлю. Как привидение, бесшумно выскользнул из кухни и притаился в своей комнате. Вскоре настало время обеда. У нас дома так заведено. Мама завелся к столу заранее, потому что знает, что все собираются очень медленно. А все собираются очень медленно, потому что знает, что мама собирает всех заранее. Поэтому наливать суп мама начинает только когда все уже сидят за столом. В тот день у меня не было никакого аппетита. И чем больше папа восторгался запахом рассольника, тем меньше мне хотелось есть. Чтобы гуще всем досталось поровну, мама хорошенько мешала суп половником, перед тем, как разлить его по тарелкам. И вот она вымешивала суп, вымешивала и вдруг нахмурилась и склонилась над кастрюлей. Что еще за странная плоская кость? Я крепко зажмурил глаза и втянул голову в плечи. Раздались удивленные возгласы, мучительные стоны и, наконец, яростный вопль. Просто не представляю, как они догадались. Лично я мог бы предложить по меньшей мере пять правдоподобных объяснений, как телефон оказался в супе. Он мог выпасть из папиного кармана, когда тот проходил мимо плиты. Мог лежать в пакете с крупой, которую мама засыпала в суп. На дне кастрюли мог быть вделан магнит, притягивающий мобильные телефоны. Порыв ветра мог швырнуть его со стола прямо в суп. В конце концов, нельзя было исключить и сороку воровку. Разве не могла она влететь в окно, схватить телефон и случайно в полете потерять? Но моим родителям не хотелось рассматривать такие интересные версии. Они сразу перешли наступление. Миша, как ты мог? Как тебе только в голову такое пришло? Мобильники портятся от воды. Это же суп, а не вода, напомнил я им. Но это правдивое замечание мне не помогло. Папа кричал, что он чудовищно зол, что я хулиган и вредитель. А потом заявил, что целую неделю я и близко не подойду к компьютеру. Подумал и уточнил. Две недели. И это слегка его утешило. Потом он долго сидел за столом и с трагическим видом наблюдал, как по экрану его любимого телефона стекают густые капли рассольника. Время от времени он пожимал плечами, тяжело вздыхал и пормотал. И что только из этого ребенка вырастет. Мне в его возрасте такое и в голову не пришло бы. Во второй главе вы познакомитесь со второй историей про папу Миши Юру. Когда он был маленький, то решил сделать черно-белый телевизор цветным с помощью акварельных красок. Его папа, конечно, рассердился и на неделю лишил Юрика прогулок. А потом воскликнул. И что только из этого ребенка вырастет. Мне в его возрасте такое и в голову бы не пришло. Итак, семь раз, семь поколений, семь глав и семь историй. Вы не только увидите прошлое, но и заглянете в будущее, где познакомитесь с сыном Миши, который только родится в 2035 году. Субтитры создавал DimaTorzok